Встречайте, пожалуйста, Родан Оренко, Катя Решетник. Это компания... Решетняк. Компания PlayBureau. Все про брендинг. Мне почему-то всегда хочется сказать pray, как молись, но я не знаю почему. Сейчас будет доклад о том, как важен стори-теллинг в вашем брендинге, в ваших ресторанах, в вашей коммуникации. Да, всем привет. Кликер у тебя, Родан? Да. Мне надо еще немного выпить, и я вспомню, как это. Давай. Хорошо, да, продолжаем. Да, вот коротко про нас. Я Катя Решетняк, не Решетник, это Родана, мой партнер. Я SEO и Родана, креативный директор. Вот, наверное, так петь, да. И мы с PlayBureau. Родан. Чуть дальше это совсем быстро про наши регалии. И давай дальше. И сегодня мы будем говорить про стори-теллинг. Пока Родана отвлекается на жидкости. В общем, есть такая проблема. Все привыкли, что стори-теллинг – это, как мы буквально за пять минут до выступления услышали, это то, что постится в Инстаграме, в сторис. Или это какая-то история, которая рассказывается текстами, или… Ну, в общем, это что-то про тексты, про сценарий. Нет, стори-теллинг – это не только тексты. Это вербальная или невербальная коммуникация. Это визуальная коммуникация. И вот сегодня мы покажем, как это на живых примерах. Да, тут еще вопрос легенды. Часто считают, что история нам нужна в легенде. Возможно, мы в легенде пишем, что же значит наше название, как оно придумывалось, откуда мы везли кухню. То есть это не только про это. И вот, собственно, про стори-теллинг. Что вы думаете, это такое? Какое у вас впечатление складывается от этой картинки? Какое-то впечатление у вас уже сложилось про эту концепцию, про название, про качество, про желание сходить туда, да? Ну, вот там… Маленькой фокус-группой мы провели ассоциации, да, и тут их написали. У нас еще была версия про мясной магазин. На самом деле это не совсем так. Оказывается, это самое популярное по отзывам и по популярности в Гугле заведение в Николаеве. Его очень любят. Там очень проверенная долгими годами кухня. У них есть своя винодельня. В общем, там целая история, история, но выглядит оно так, как вы только что видели. Да, теперь вот, собственно, простой ритейлинг. На примере этого мема девушка думает, что парень думает о чем-то одном, парень думает на самом деле о чем-то другом. И вот так происходит, когда мы не закладываем сразу какую-то концепцию, ну, мы себя не продумываем, о чем мы и как мы будем об этом говорить, то гости нас видят, как-то нас воспринимают, думают, что мы об одном, там, строят какие-то определенные ожидания, а мы про эти ожидания часто даже не знаем и, соответственно, не можем в них попасть. Да, мы можем говорить историю везде, рассказывать в Инстаграме, писать пиар-статьи. И не точно, да, никто не дает гарантии, что наш клиент, наш гость услышит. Но это точно есть гарантия, когда мы ничего не рассказываем, и они себе придумывают сами что-то, и потом еще между друг другом начинают спорить. Нет, они про это, нет, они про это. И, в общем, получается МС непонятный. И когда что-то непонятно, это сразу вызывает отторжение. То есть какие бы вы классные не были, если вы непонятны, то будет волна негатива anyway. А теперь дубль два. Что вы думаете про это место, особенно вот тут, на других экранах видно ритуальные послуги. Вот что вы про него думаете, как оно вам, какое впечатление? Плюс-минус то, что думаем об этом мы. Да, очень много пошло негатива по картинке о санитарных условиях. Что я отравлюсь, что мне там стрёмно кушать. Нет доверия к заведению сразу. На самом деле у нас получается то, что это китайцы открыли, очень настоящее, трушно. Не какая-то интерпретация на тему китайской кухни, а вот прям максимально трушно. Домашняя атмосфера, большое доверие. Но выглядим мы так, что надо побороть волну негатива, кучу предубеждений по этому поводу, чтобы зайти, заставить себя и перешагнуть порог, если мне кто-то не посоветует. Я вот просто смотрела на эту картинку и понимала, что мне надо туда друзей 10 отправить, выяснить, живы они, здоровы, не отравились, всё ли окей, и только тогда я смогу зайти туда сама. Тут другой пример. Это относительно новое заведение в Киеве. Какие у него ассоциации? Надо подумать, да. Еще? Ну, Азия, да. Трэш. Отлично. Так и планировалось. Те ассоциации, которые были у незнакомых, что это дичь, поэтому трэш-дичь где-то близко, инстаграмно, концептуально. На самом деле это японские сэндвичи от мишленовского шефа. Сразу были нам даны вводные о том, что границ практически нет. Мы можем делать что хитим без каких-то совсем рамок-рамок. В принципе, делать трэш приятно, поэтому, да. Мало кто дает. Зачем мы это все рассказываем, да, и почему мы показываем эту страшную пирамиду? Часто мы в лекциях начинаем с нее, но тут немножко пришлось рассказать историю, да, подвести. То есть по-хорошему каждый бренд должен начинаться с сути. Зачем вы это все делаете? Почему вам это нужно? Почему вы хотите кормить людей? Что вам вообще самим лично, да? Потом мы выстраиваем ценности. Часто ценности у нас внутренние и внешние. Это не лекция про бренд, да, но мы коротко коснемся, потому что история как раз выходит из пирамиды. Какой у бренда характер, да? Если мы смотрим на бренд как на человека, какой он, да? Часто, если собственник интегрирован максимально в проект, он очень похож на собственника, да? Как бы многие это отрицали. Статистика показывает. Именно этот факт. Да, то есть как бы он себя вел как человек. Дальше. Какая у него эмоциональная история, да? Он добрый, злой, агрессивный, там, не знаю, волнительный, в общем, эмоциональный. И уже из эмоций составляются рациональные преимущества, потому что все равно люди часто выбирают эмоции, приятные, неприятные, нравится, не нравится, близко к душе или нет. И потом уже какие-то рациональные, не знаю, там, какая-то эксклюзивная история, да? То есть то, что физически. Ну, к примеру, этот сэндвич вы можете попробовать только здесь. Да, в такой рецептуре только здесь. И потом уже непосредственно атрибуты бренда – это те точки коммуникации, в которых мы видим проявление бренда. Да, и соцсети, и пиар-статьи, и сайты, и мерч, все дополнительные. Ну, то есть если у нас первые верхние полосочки не проработаны, то в атрибутах мы начинаем шататься. Мы не понимаем, как вести соцсети, мы не понимаем, что говорить, на каком языке, да? Тон-ов-воист, тон-коммуникаций, какой нам он нужен и, соответственно, какие истории рассказывать. Да, и, в общем-то, что такое старитейлинг и зачем он? Это все для того, чтобы вызвать у гостя, у потребителя, будь то заведение или доставка, какой-то эмоциональный отклик. То есть это все делается для того, чтобы создать эмоциональное вовлечение и отклик. А эмоциональное вовлечение у нас создается для того, чтобы гость потратил свое время. Не только деньги, но и время. Да, вот, в общем, эмоциональный отклик может быть таким, но каждый у себя внутри произнесет это по-своему. Я не буду озвучивать все эти фразы. Поэтому дальше к сторителлингу. И его задача — привлечь внимание. Его задача — создать этот самый отклик для того, чтобы человек не только один раз зашел, попробовал, но еще и вернулся, но еще и рассказывал друзьям об этом. Говорил, вау, как круто, супер, мне так хочется туда пойти еще раз. Вкусно, приветливый персонал и много чего другого. То есть первая продажа — это вопрос информации, а все последующие возвраты — это как раз-таки вопрос вежливости, эмоционального отклика и качества продукта. Даже статистические данные говорят о том, что если есть определенное эмоциональное вовлечение, то ваш бренд, ваше заведение имеет определенную лояльность у гостей. То есть люди склонны возвращаться. Это не только первый контакт, но за все время существования вашего заведения или доставки человек будет туда возвращаться хотеть и хотеть и хотеть еще раз. Ну и будет советовать его друзьям. И важный момент про лояльность. Не всегда происходит все идеально. Человеческий фактор никто не отменял. В какой-то из случаев, не знаю, что-то поставщик немножко не то сделала. И если у гостя есть лояльность, то он все, многое может простить. И в следующий раз вернуться и дальше не рассказывать, и не писать гневные посты. То есть лояльность хорошо бы взращивать, ее ценить, и потом она в долгосрочной перспективе очень быстро конвертируется в деньги. Ну и в общем-то понятно, что сторителлинг – это для того, чтобы создать эмоциональный отклик. Ну, теперь осталось ответить на вопрос, в принципе, как это сделать. Чтобы создать правильную историю, у нас есть три критерия. Это информация, потому что что вижу, то пою не совсем работая. То есть там должны быть какие-то четкие факты, которые мы хотим донести. Мы должны это сделать как? Эмоционально, с определенным посылом, с определенным настроением, донести именно ту эмоцию, которую мы хотим. То есть вы контролируете процесс, и вы составляете тот образ, который необходим. И, соответственно, эстетично, что текст должен быть без ошибок, или та информация, которую вы доносите, правильная, часы работы у вас поменялись, а вы их не обновили. Нет, все должно быть корректно, эстетично, с точки зрения реализации и качества, должно быть верно. И потом, когда у нас есть этот материал, мы его начинаем доносить и преломлять под разные каналы коммуникации. То есть в Инстаграме никто не будет читать очень длинные лонгриды, даже если вы сделаете прекрасную историю, как вы вдохновлялись конкретно этим вкусом, как он вам приснился и дальше, и дальше. Как выстраивать историю? То есть это академическая классическая модель повествования. Наверное, один из самых первых историй, это описано в Библии, Иисус шел, в общем, все, вот как бы он прошел все, как тут нарисовано, как по картинке шел. И эта история может быть везде. То есть если мы говорим о доставке, это тот же самый путь. Семь моментов, когда клиент взаимодействует с вашим продуктом. То есть он как-то решает вас заказать. Оно приезжает, у него есть кульминация, когда он это все попробовал, поел. И какое послевкусие вы оставляете в конце, помимо еды, что еще. То есть почему мы это показываем? Хорошо бы проработать каждый элемент, чтобы это не было все случайно, и это велось вами. То есть вы ведете вашего клиента со всеми его ожиданиями и предвосхищая ожидания в будущем. Если мы говорим про заведение, то есть на завязке мы или ожидаем, если мы уже были в этом заведении, или мы просто мимо проходим, и у нас складывается какое-то впечатление, некий антураж экстерьера, как выглядят заведения извне. Он что-то уже ожидает, он делает какое-то действие, он что-то заказывает, выбирает, отвергая другие блюда, он выбирает что-то, непосредственно в апогее он это пробует, что происходит потом, как происходит коммуникация потом, с каким ощущением он выходит. То есть по-хорошему все моменты нужно контролировать и прорабатывать. Мы можем начинать рассказывать историю с логотипа. То есть, конечно, мы не расскажем все сферы, все оттенки вкусов в логотипе сразу, но мы можем начать. Да, я тут уточню, что это уже при условии проработанной какой-то легенды вами, вы понимаете, кто вы, о чем вы, зачем вы это рассказываете, и дальше пункты, по которым вы доносите, это все до вашего гостя. То есть начинается контакт, и он начинается либо с информационной, либо с визуальной части. Вот мы начали с визуальной. Как оно будет с логотипом? Да, как он его видит? Какие у него эмоции уже тоже возникают, как мы показывали картинки выше. Он должен отличаться, чтобы запомниться. Если он похож на десяток других, человек просто его не запомнит, это будет еще одно сверху. Когда там стиль минимализм пошел, и все бренды делали примерно похожее, мы потерялись совсем. И мы начинаем задавать определенные настроения. Например, тут мы уже какую-то эмоцию, какое-то ощущение, какие-то ожидания от места, от заведения начинаем как бы выстраивать. То есть это вряд ли, чтобы про что-то очень воздушное, сладкое. Это так все очень жестко, серьезно. Дальше видео. Видео мы попробуем показать. Может быть, у нас получится. А может и нет. Но пока вроде получится. Тут мы рассказываем динамическую историю о логотипе и о том, как он зарождался. Это мексиканский бренд. Чика по бланам. Кто-то знает, кто-то нет на велотреке. Как он формировался? Откуда он пошел? Какие элементы есть в рамках, уже внутри зашиты в логотипе? Откуда он был? То есть это перерисованный шрифт времен конкистадоров. Там был этот Петрарк. В общем, шел. Мы нашли письмо его и перерисовали. И потом уже дальше, как он начинает отрабатывать на других материалах. Да, тут очень важно то, что гость не увидит всю эту историю, глядя на логотип, у него не пронесется весь этот видеоряд. Но это дает вам дополнительную возможность рассказывать тем, кому это действительно интересно. Не значит, что вы с порога начинаете наваливать. О, у нас тот логотип, который мы перерисовывали с конкистадоров. Нет. Первая, вторая, третья точка контакта. И человек что-то может не понимать. Что-то ему будет интересно. И дальше в коммуникации это может раскрываться и создавать какую-то дополнительную ценность. Особенно, если это резонирует с его интересами, ценностями или увлечениями. Потому что те бренды, которые создаем мы, мы пытаемся закладывать некий образовательный момент. То есть вот это, допустим, живая иллюстрация с пирамид, внутри пирамиды Майя. Ну и по совместительству портрет Семина, который шеф в данном заведении. То есть, опять же, это сразу не видно, но потом, со временем, кому интересно, можно познакомиться, можно дальше. Потому что это может долго там быть. И тут очень круто иметь многослойность, потому что, глядя первый раз, понимаешь что-то одно, глядя во второй, третий, пятый, десятый раз что-то другое понимаешь. Ну и дальше это дает возможность объяснять. Сейчас презентацию подождем. Презентацию обратно, пожалуйста. Красивый YouTube. Можно посмотреть, чем увлекаются люди. Черный экран. Все хорошо. Катя, у нас опять с экранами, так себе. Дальше по логотипам. Пусть даже черная. То есть, это еще один пример. Это одесское, по-моему, заведение. Тоже есть определенные уже настрои. Мы уже ждем что-то крафтовое, довольно небольшое, может быть, с каким-то характером, и довольно легкое. Еще один пример. Тоже мы уже тоже настраиваемся на что-то. То есть, когда мы видим в первую минуту, в первую секунду логотип, мы что-то складываем. Вот это, допустим, еще один бренд азиатской еды. Мы, когда его делали, мы пытались миксануть Азию и Америку, потому что очень много самой культуры еды в коробках, именно китайской, азиатская, пошло с Америки. Поэтому он не может быть на 100% китайский, на 100% азиатский. Мы миксуем то настроение, которое нам нужно, начиная с логотипа и продолжая в каждом элементе. Ну и плюс, кто знает, кто не знает, но там автентичную азиатскую еду достаточно сложно кушать людям других национальностей, потому что она не адаптирована кому-то острая, кому-то не острая. Там половина ингредиентов вообще не съедобны. Очень много еды из Азии проходит определенную трансформацию, адаптацию, прежде чем оказывается у нас в тарелках. Аккуратно коснемся интерьеров. Мы не разрабатываем интерьеры, но наша история, наша легенда, которую мы рассказываем... Да, но мы очень любим работать совместно, так, чтобы оно было в гармонии. Продолжается, да, в интерьерах, и оно, конечно, должно дополнять одно другое. То есть это непосредственно та атмосфера, к сожалению, которую мы потеряли и не можем таким же образом, в таком же объеме доставить на доставке. То есть у нас нет стопроцентной атмосферы, очень точечно. Что мы делаем помимо того, что мы создаем некую атмосферу? Мы можем переносить в другую страну. То есть мы можем давать какой-то другой опыт. И, конечно же, это вопрос эмоций. Какую эмоцию мы взращиваем специально в интерьере, в котором мы находимся? Китайская история. Обязательно на данный момент сейчас инстаграммные места. Мы даем что-то гостю, когда от него что-то хотим. Если мы хотим от него признание, время, деньги, любовь, лояльность, мы ему должны что-то дать. И хорошо бы на данный момент позаботиться о том, чтобы он смог себя реализовать в фото-контенте хотя бы как-то. Не максимально полно, но в целом позаботиться об этой истории. Тут другая история, которую мы рассказываем. Это киевское заведение, которое немножко тоже показывает, рассказывает киевские места в определенном. Тут помимо истории, которую рассказывает проект, он создает целый мир. Этот мир не всем будет близок. Очень забавно наблюдать за папочками, которые пришли с дочками или с парнями, которые пришли с девушками. Они себя чувствуют довольно неловко, но собственники бренды, которые это все делают. Или делают вид. В общем, и не просто в этом прекрасном розовом мире, но это целостный мир, который можно попробовать ощутить конкретно в данном заведении, помимо еды, почему я туда поеду. Совсем другая история. Тут была сказка, стала реальность, почему-то тоже туда идут, чего-то хотят, какую-то эмоцию и историю можно доигрывать в элементах декора и делать ценным для определенной целевой аудитории. Индийская вариация на тему, как там все происходит. Оно тоже очень инстаграмно, очень необычно. Помимо еды, я могу еще что-то получить, находясь в конкретном данном интерьере. Тоже немножко про реальность, тоже другой вайп, другая атмосфера. Я пойду туда за другими вещами, и я понимаю, зачем я туда пойду. Когда мне будет необходимо что-то, я буду из 20-30 заведений выбирать то, что я хочу в данный конкретный момент. Да, персонал. В принципе, все прекрасно понимают, что как бы не старались повара, дизайнеры, маркетологи, да кто угодно, если официант нахамит, сделает что-то не то, то это все летит коту под хвост, допустим, туда. И поэтому наш персонал – это огромная ценность и огромный канал трансляции всего того, что мы заложили. Потому что, да, это лицо бренда, и это люди, которые могут транслировать ценности. Вот в общем настроение заведения, они могут это транслировать через коммуникацию, через то, как они себя ведут, через одежду. То есть понятное дело, что в каждом заведении свой тон коммуникации, официант – это тот, кто продолжает это обязательно. Да, сегодня и вчера очень много говорили про персонал. Наша задача на сейчас – показать, что он должен продолжать вашу историю и дополнять. Вот тут яркий пример того, как история индийская дополняется. Тут в принципе даже добавить нечего. Это отыгрывается, ну, определенная история, которая была заложена. Я не могу сказать, как этот молодой человек себя ведет, но по нему явно видно, из какой он концепции и о чем она. Музыка играет в голове? Нет. Нет? Мне играет, ладно. Мировые тенденции все больше и больше показывают шефов. В многих концептах они недооценены. И когда мы видим реального человека, который непосредственно несет ответственность за то, что происходит, выбирает вкусы и немножко сам решает, что мы будем сегодня кушать, это вызывает больше доверия. Люди доверяют людям, поэтому в коммуникации со своей стороны мы можем предложить больше делать акценты на шефов, ценить их, показывать, рассказывать, что они делают, каким образом у них происходит этот творческий поиск. И часто тоже есть определенное сходство. Да, люди доверяют людям, особенно другим приятным людям, которых они как-то могут видеть. Да, но в принципе тут все понятно, ребята на своей волне и тут нет никаких границ. Тут можно все. Да, я бы пошла к ним в пижаме. Здесь могла бы быть ваша реклама, но здесь инструкция к поеданию так, и это тоже одежда в заведении, это способ размещать какую-то информацию, доносить ценности, инструкции, да что угодно. Просто прикольные люди. Да, то есть помимо того, что они еще что-то делают, я могу с ними поговорить, как-то настроиться очень мило, да, все это происходит. Дальше про маскота, да, или бренд-героя, который олицетворяет в себе бренд. Это совсем самая физическая реализация идеи, которая может быть нарисованная, очень четкая. Через него мы можем говорить, да, через него мы можем транслировать истории, показывать, рассказывать, вводить его в коммуникацию, и с помощью него получать неограниченное количество материала, когда у нас есть герои, да, там те же мемы вышли какие-то новенькие, мы сразу его подстраиваем в наши интерпретации, получаем контент, который, а, актуален сейчас, да, и, б, вызывает опять ту же эмоцию. Он рассказывает, он веселит, он вызывает эмоцию, и он отличается, да, то, что важно, помимо того, что мы просто показываем блюдо, мы начинаем теряться в ленте, сливаться в единый поток, таким образом мы отстраиваемся от того, все, что происходит помимо нас, да, и вызываем внимание. Герой может интегрироваться в жизнь клиентов, да, в жизнь гостей, докрашивать их мир, да, как-то делать интересней в данную конкретную минуту, или создавать свой мир, который свойственен именно ему, да, и в котором он пребывает, то есть, там, ну, и можно еще много с него, с ним все поделать, да. Да, стори-тейлинг через детали, и детали — это такие штучки определенные, ну, которыми можно назвать все. Это и мерч, и какие-то, я не знаю, надписи на стенах, да что угодно, оно под каждое уникальное место будет своим, и, да, где-то это повторяется. Кто-то там делает футболку, и человек хочет ее купить, это тоже напоминание, но они могут быть какими-то более интересными, адаптированными под это место. Это всегда, ну, самый лучший мерч, как часто говорят, это тот, который хочется просто стырить. Там навстречу какую-то ручечку, так оп, или карандашик, или значок, или открытку, салфетку. Это очень важное продолжение вот в плане коммуникации с брендом, или те же пакеты там. Кто-то выбрасывает, кто-то не выбрасывает. Если не прикольно их хочется ставить, качественное, яркое, или наоборот, не яркое, но красивое. Да, и тут важно понимать, что это инвестиция, которая работает потом как реклама для вас дальше. Вы не понимаете до конца, где может оказаться та же брендированная салфетка, да, или там тот же пакет. То есть это, да, это рекламный бюджет часто, но в целом это неограниченная возможность для коммуникации с друзьями, друзей, друзей и так дальше. И оно будет работать хорошо, когда оно органично вплетается в бренд. То есть если вернуться к той же на мелаке розовая, она начнет, не знаю, продавать черные шипованные ошейники, то это будет очень неорганично, и оно не сработает на… Хотя не факт. Розовый тогда хотя бы, боже. Органично не дополнит ту историю, которую вы сознательно пытаетесь рассказывать. Тут манго, да, и они в определенной стилистике бренда, чтобы отличаться от всех других манго, которые есть. Или там история с котом, да, то есть тоже вся упаковка дополняет ту легенду, ту историю, которую мы хотим рассказать. Или дополнительные быть какие-то элементы, да, которые, опять же, доигрывают всю картинку. Они не повторяют, да, давно уже пришло то время, когда мы берем один логотип и фигачим его на все материалы. Все материалы должны быть разные, отличаться, дополнять, доигрывать, быть интересными. Потому что, опять же, да, большая конкуренция и очень большая нехватка времени. А зачем? Чтобы было прикольно, чтобы людей это радовало и была та самая эмоциональная связь со временем. Бренд может выходить на улицу, да, то есть находиться в интересных местах, вызывать какое-то возбуждение, что это. И потом уже, когда возник интерес, он реализован в заведении, как покупка, отраил, попробовали и пошли дальше. Да, и в случае чего никто не докажет, что эти трафареты делали вы. И, в принципе, не знаю. Главное – отмазаться. Дополнять, доигрывать историю в элементах, говорили, повторяем. Как оно реализовывается в SMM? Потому что это один из самых активных каналов. Каждый день через день, в зависимости от вашего календаря, постинга, да, это происходит коммуникация. И тут тоже доигрывается одна основная история. Потому что если вы вчера говорили про то, что вы эко, а сегодня все в пластике, и вы там перешли на другую сторону, то клиент, гость, он теряется, и он не понимает, о чем вы. Если есть какие-то переходы, ребрендинги, новые меню, проработки, еще что-то, это хорошо бы тоже готовить целевую аудиторию и аудиторию вашу лояльную, объясняя почему. Потому что, когда что-то непонятно, это вызывает негатив. С негативом очень сложно бороться, и очень мало кто отстреливает такой легкий негатив. То есть если вы вам совсем невкусно принесли, они скажут. Но если, допустим, что-то смущало, а гость не понял, что же его смущало, то, увы, с этим очень сложно работать. И когда вы показываете процесс, когда вы показываете какое-то закулисье в ваши поиски, то это сильно сближает, уже выстраивает эмоциональную связь, и вы так выращиваете лояльность. А лояльность нам нужна, чтобы сэкономить денежку. И через репосты, если это смешно, если это какие-то мемы, мы опять же получаем потенциальную аудиторию, друзей и друзей, и выходим на новую аудиторию. Да, если это смешно и интересно, то люди узнают о вас сами. Они начнут это передавать, и в принципе цель почти достигнута. То есть есть ряд примеров. Текст не буду перечитывать, они просто очень разные. То есть тут, если мы играем няшно-мимимишно, только что было, мы идем назад, как они прорабатывают. То есть если картинка качественная, если она проработанная, то у меня интуитивно возникает ощущение, что все так, что на кухне чистенькое, что продукты свежие, что вы вот так вот все абсолютно так же делаете, как показываете. Тут другая история. Мы начинали с логотипа, он довольно жесткий, такой агрессивный где-то, агрессивный цвет, и дальше они эту историю продолжают рассказывать, где-то шутя, где-то беря ситуативы, когда оно актуально тому, что происходит в жизни. За рамками вашего заведения есть еще целый мир, целая жизнь, там что-то происходит, и на вот этой волне какой-то новой коммуникации тоже можно играть в вашем стиле. Тут тоже копирайты интересные, они немножко очень на грани коммуницируют, хорошо отыгрывают итальянскую историю, но так, опять же, дорабатывает одно другое. Тут в постах есть образовательный момент, то есть через определенное количество постов есть новые слова, я немножко умнее стал, если я это все прочитаю. И, конечно, брендированный должен быть в рамках бренда, то есть ни больше, ни меньше. Понятно, о чем это заведение. И тут тоже доигрывается. Тут у нас есть и персонаж, есть ситуация персонажа, в которой он находится, как-то он с ней обходится. Текст копирайт в стиле бренда написан. У нас все рекомендуем использовать. Будет вам счастье. Вопросы. Это была реплика Кати, да? У кого есть вопросы, поднимайте руку. Есть буквально пять минут. Немножко все подустали. Но Родана с Катей не убегают же, да? А, есть. Ой-ой-ой. Спасибо. В начале презентации шла речь о том, что есть там, ну, типа, логотип, визуал, да? А есть что-то такое внутреннее, идейное. Вопрос, собственно, что первично, потому что есть очень большое количество ребят из заведений, особенно если это первое заведение, когда люди думают, сначала мы придумаем логотип, а уже потом все остальное, да? И, ну, распространенное мнение, что это, в принципе, ошибочно. Так что же все-таки первично и в пропорции, да, на сколько, на что нужно больше обрешать внимание? Вам краткий ответ или развернуто? Как удобнее? Ну, идея, очевидно, первична, потому что если это все не объединено идеей, то оно будет приниматься в формате что-то не так, ну, ладно, нет времени, все, принимаем, погнали дальше. Что там дальше? Шрифт помимо логотипа или упаковки? Ну, как-то склеили. Оно может дальше чувствоваться. Или со временем вы опять же будете тратить деньги на то, чтобы когда вы уже сядете, подумаете, что это место объединяет, там какая-то идея, или вот оно со временем работы как-то себя проявляет. Люди его воспринимают. И вы садитесь и думаете, блин, это сейчас куча денег, это все переделать, наверное. Рано или поздно люди реально приходят к тому, чтобы начать переделывать. Логотип в самом конце, да, то есть логотип относится к атрибутам бренда, и нам непонятно откровенно, да, я в дизайне лет 14-15, да, как рисовать непонятно что. То есть если у нас вот это сверху не проработано, мы можем там, допустим, ценности написать общее, и потом, когда мы уже начинаем работать с персоналом, разделить. Это мы больше коммуницируем на вне, для гостя это ценнее, да, но внутри у нас тоже по-хорошему должны быть наши внутренние ценности, с которыми мы выбираем команду, с которыми мы говорим им это хорошо, это плохо, это нельзя. Почему нельзя? Потому что это противоречит нашим ценностям. Да, то есть и оно вот таким образом все выстраивается, и мы не рекомендуем делать наоборот. Мы можем успокоить и сказать, что ребрендинг это не страшно, и многие через него проходят. И, наверное, очень немного проектов в Украине, с которыми сложно по ребрендингу, да, если это делается вовремя. Потому что что бы ни было изначально сделано, хорошо бы немножко обновляться через 5-7 лет. То есть если прям, ну, совсем все было классно. Потому что если это время проходит, то потом крайне сложно, да. Один из самых таких ярких, наверное, примеров на рынке – это компот, да, Липкина. Вот он 12 лет живет, и его уже, ну, очень сложно у меня дать. Очень больше, да. Да. Вот. Поэтому это можно делать вовремя. Нужно устаревая вот этот казачок, запечок, что оно там было. Ну, вот хороший пример того, когда мы не обновляемся вовремя. Катя там немного испепеляет взглядом и напоминает про время. Ответили на вопрос? Спасибо большое, Катя и Родана.